МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем программу. Горячая пора экзаменов. Для кого-то она уже завершилась, а для кого-то в самом разгаре. Как заканчивается учебный год для студентов профессиональных колледжей и техникумов? С какими успехами закончили его школьники? И что еще впереди? Узнаем руководителя Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области Ирины Качукиной. Ирина Васильевна, здравствуйте. Здравствуйте всем. Ирина Васильевна, совсем недавно город чествовал золотых медалистов. Золотые кадры Тольятти. Медалистов с каждым годом все больше, что радует. А значит, и высококвалифицированных специалистов становится все больше. Вот как соотнести итоги этого года с прошлыми годами? Да, совершенно верно. Недавно мы чествовали наших выпускников. Хочется отметить, что система среднего профессионального образования городского округа Тольятти работает стабильно. В этом году мы сделали выпуск практически на одну тысячу человек больше в сравнении с прошлым годом. И показываем стабильные результаты. Порядка 10% ежегодно заканчивают колледжи, техникумы с дипломом с отличием. И порядка 10% из этих выпускников получают медали. В этом году было 39 медалистов, чему мы очень рады. Потрясающе. А в прошлые годы? Где-то такая же цифра. Тоже порядка 40 медалей. И где-то порядка 430 получили красные дипломы. Ну, в этом году еще какое-то невероятное количество стобальников среди школьников. Вот как для школьников закончился этот учебный год? Практически все экзамены позади. Мы не получили только результаты тех ребят, которые сдавали экзамены в резервные дни. Кроме того, еще ребята могут пересдать один из предметов по выбору. В этом году есть такая возможность. Но те результаты, которые получили, конечно, нас радуют очень. Действительно очень много стобальников, 52 стобальника. И в два раза больше, чем в прошлом году, детей, которые показали 200-бальные результаты. В прошлом году было 3 таких человека, в этом году 6 человек. Здорово. Это говорит о том, что качество образования повышается? Да, это говорит о том, что наши школы готовят достойных выпускников, которые потом поступают в вузы и обучаются, получают достойное образование. Ну, перед школьниками стоит выбор профессионального пути. Вот какие специальности у нас востребованы на рынке труда, и какие востребованы вообще в регионе, и какие пользуются повышенным спросом в вузах? Ну, конечно, в настоящее время повышенным спросом пользуются специальности, связанные с IT-технологиями, с искусственным интеллектом. Конечно же, специальности, связанные с беспилотными системами. Большой такой сейчас кластер развивается на территории Исамарского региона, в том числе инженерные специальности и на производствах оборонно-промышленного комплекса, и на наших предприятиях, в частности, на автовазе. Конечно же, специальности большой химии, если говорить про городской округ Тольятти. Как всегда, большим спросом пользуются специальности социальной сферы, и прежде всего это педагоги и медики. Ну и, конечно, большой дефицит на рынке труда специальностей рабочих. Это непосредственно выпускников средних специальных образовательных учреждений. Наших выпускников ждут заводы, ждут предприятия, ждут фирмы. И мы стараемся максимально удовлетворить потребности рынка труда на территории как городского округа Тольятти, так и на территории региона. Вот многие говорят о кадровом голоде, и что многие предприятия уже даже налаживают взаимодействие с учебными заведениями. Так, это действительно так. Все больше и больше предприятий, что не может нас не радовать, ведут совместную работу с учреждениями профессионального образования, как среднего профессионального, так и высшего образования, начиная не просто с первого курса, а даже со школы. И мы видим примеры такой работы, конструктивной работы. Это и предприятия нашей большой химии, АвтоВАЗ, да, и небольшие предприятия. Очень важно выстраивать сначала предпрофессиональную такую работу, профориенционную работу, ну а потом готовить специалиста уже под конкретное рабочее место, что сейчас и мы вместе делаем с нашими предприятиями. Ирина Васильевна, вот сейчас колледжи, да, Тольяттинские, принимают участие во всероссийском онлайн-марафоне сдачи ГИА в форме демонстрационного экзамена. Вот что это такое, как это происходит? Ну, демонстрационный экзамен набирает обороты, и всё идёт к тому, что практически в ближайшем будущем по всем специальностям, это предусматривают новые федеральные стандарты, будет выпускной экзамен в форме демонстрационного. Что это значит? Это значит не просто защита диплома, теоретической её части, а это значит реальная ситуация, которая предлагается выпускнику, и где он может показать свои не только знания, а самое главное умения и навыки, которые он получил в результате обучения. Это первое. Второе. Обязательно в участии в демонстрационном экзамене непосредственных работодателей. Это несомненная часть демонстрационного экзамена. Причём этот экзамен идёт по определённым стандартам, совершенно понятным, чётким для каждой специальности, для каждого направления подготовки. И независимо от того, например, сварщик, где он сдаёт этот демэкзамен, он получает отметку, исходя из того, как он выполнил те или иные этапы работы. Что очень важно, исходя из результатов демэкзамена, работодатель может выбрать себе специалиста, который ему нужен. Ну это здорово, что действительно есть такое взаимодействие. А расскажите подробнее о проекте «Профессионалитет». Что это такое, как в нём участвовать, и какие колледжи это участвует в нём, каких специалистов готовят, есть ли бюджетные места, самое главное. Да, самое главное. Этот проект развивается в рамках национального проекта образования по инициативе нашего президента. И направлен он прежде всего на тесное взаимодействие учреждений среднего профессионального образования с работодателями. То есть то, о чём я говорила, буквально начиная с первых шагов, идёт такая совместная работа по подготовке специалистов под конкретные запросы рынка труда. Сегодня на территории городского округа Тольятти четыре колледжа у нас участвуют в качестве сетевых колледжей по кластеру строительства и специальности этого направления. Ну, такие как маляр, штукатур, например, да, обслуживание зданий, строительство и так далее. Вот этот вот блок специальностей. 1200 бюджетных мест по этому направлению. Но я хочу сказать, вот хочу поделиться радостью. Буквально неделю назад мы получили результаты конкурса на 25-й год, где наш Тольяттинский машиностроительный колледж стал победителем этого конкурса. Это будет базовое учреждение по кластеру машиностроения. И вот этот кластер, эту работу мы будем проводить вместе с нашим городообразующим предприятием, АвтоВАЗом, за что я очень благодарна коллегам, потому что мы вместе шли к этой победе. И вот еще одно направление будет у нас развиваться. А в целом, вот какие новшества приемной кампании этого года и на что стоит обратить внимание абитуриентам? Ну, не сильно это отличается, если мы будем сравнивать с прошлым годом. Хочу напомнить, что есть возможность подачи документов не только лично и не столько лично, а через госуслуги. Причем это как в учреждениях среднего профессионального, так и высшего образования. Что касается учреждений среднего профессионального образования, подаются документы и конкурс на основе аттестатов. Пока здесь без изменений. Если специальность требует дополнительных каких-то испытаний, ну, например, дизайнер смотрит дополнительные испытания, например, рисунок или физическая культура дополнительные испытания, то проводятся еще и дополнительные испытания. Внесены изменения в перечень годных категорий и добавлены, я говорю о среднем профессиональном образовании, добавлена категория детей участников СВО, которые могут без конкурса поступать в учреждения среднего профессионального образования, имеют приоритет, вот, если там не нужно сдавать дополнительных экзаменов. Ну, ребята, если говорить о высшем образовании, подают в пять вузов на пять специальностей свои документы, теперь не требуется согласие на зачисление, но я хочу обратить внимание, какие-то общие моменты, я хочу обратить внимание на то, что все-таки нужно еще раз выйти на сайт образовательных учреждений, куда хотят поступать, и ознакомиться с правилами приема, потому что есть какие-то нюансы в каждом образовательном учреждении, есть какие-то дополнительные баллы, которые дают абитуриентам, поэтому лучше, если вот посмотреть уже непосредственно правила приема конкретного учреждения. Ну да, чтобы ничего не упустить. Да, чтобы ничего не упустить, совершенно верно. Ирина Васильевна, учеба, понятно, мы поговорили о специальностях, о разных направлениях, но в наших колледжах и техникумах очень активная и бурная внеучебная деятельность. Вот как могут проявить себя тольяттинские студенты? В чем? Ну, студенческая жизнь – это не только учеба, а для некоторых и не столько учеба. И у нас есть все возможности, чтобы ребята реализовали свои способности. Ну, во-первых, в каждом образовательном учреждении у нас созданы ячейки движения первых, что дает возможность выстраивать работу, исходя из потребностей ребят. Конечно же, большой блок федеральных проектов, где у нас участвуют наши ребята. Это уже полюбившийся, выросший из регионального проекта Иволга, он стал федеральным проектом. И очень много там направлений творческих и управленческих, где ребята могут прокачать свои компетенции, где могут представить свои проекты, где могут реализовать себя в той области, где они сильны. И, конечно же, это такие большие мероприятия. Студ весна, веснушка, студент года, если мы говорим о региональных проектах. Ну и, конечно, очень много мероприятий, которые проводятся на территории городского округа Тольятти. Это уже полюбившиеся, ставшие традиционным, битва хоров, конкурс театральных коллективов. Вот в этом году мы запустили музей-фест. Очень много ребят, и я хочу выразить слова искренней благодарности, которые занимаются волонтерской деятельностью. Широкий спектр. И ребята помогают в том числе и нашим участникам СВО, готовят посылки, письма, помогают родным, близким. Ну, в общем, найти себя можно в учреждениях среднего профессионального, как, впрочем, и в учреждениях высшего профессионального образования. И я хочу сказать, что в Самарском регионе, в городе Тольятти, есть все возможности реализовать себя. Поэтому выбирайте, даже если вы выбрали вуз или колледж за пределами Самары, Самарского региона, возвращайтесь, потому что город, регион ждет. Ждет молодые кадры, ждет выпускников. Было бы желание проявить себя, можно найти где и в тем. Ирина Васильевна, и в завершении нашей программы предлагаю вам пожелать выпускникам какие-то напутствия, сказать напутственные слова абитуриентам, выпускникам. Ну, выпускникам общеобразовательных учреждений наших, школ, лицей, гимназий. Я хочу пожелать правильного выбора дальнейшей профессиональной карьеры. Хочу пожелать, чтобы вот этот выбор был удачным, успешным и стал таким хорошим стартом во взрослую жизнь. А выпускникам наших колледжей, техникумов, выпускникам высших учебных заведений, я хочу пожелать успехов на новом месте, на рабочем месте, уже в качестве дипломированного специалиста. Пусть все получится. Все в руках наших выпускников. Здоровья, счастья, всего-всего самого лучшего. Спасибо большое, присоединяюсь к этим пожеланиям. И напоминаю, что в студии обозревателя была руководитель Тольяттинского управления Министерства образования и науки Самарской области Ирина Качукина. Всего самого доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»